Девятнадцать часов непрерывного боя за Авдеевскую промзону. Несколько сотен выпущенных снарядов и мин. Украина понесла на востоке самые большие потери с середины декабря. Атака на украинские позиции началась в воскресенье еще до восхода солнца. Сепаратисты начали массированный обстрел из минометов. За ним последовал штурм. В сообщениях Министерства обороны так называемой ДНР сообщается противоположная информация. По их данным, это украинские военные пытались прорвать их позиции. Разнятся и данные по погибшим. Пресс-центр штаба АТО сообщает о пяти военных с украинской стороны и 15 со стороны боевиков. Представитель оборонного ведомства так называемой ДНР сообщил журналистам, что украинские силы за день потеряли 20 человек. Армия так называемой ДНР — три человека. Сходятся стороны только в данных о потерях среди мирных жителей. В результате обстрелов жилого сектора Авдеевки погибли два человека. Сам город остался без электричества и, возможно, останется без питьевой воды. Вчера снаряд пробил крышу Донецкой фильтровальной станции. Боеприпасы взрываются в непосредственной близости от склада хлора и других технологических объектов. Продолжаются обстрелы из минометов различных калибров по Верхнеторецкому, Опытному, Луганскому, Зайцево и Каменке. По Новогородскому и Пескам бьют из танков, залпы которой день слышны в Мариуполе. Уже больше часа слушаем взрывы. Дети плачут. Хочется головой об стенку удариться от того, что не можешь остановить эту войну. Восточный. Трясутся окна. Сегодня видел, как люди заклеивали их скотчем. Тревожное чувство. Мариуполь. Кананада беспрерывно. Кто еще из Мариуполя? Это что, град работает? Применение градов, звуки стрельбы которых тут уже научились различать, подтверждают в штабе АТО. Противник выпустил 20 снарядов по нашим позициям в районе Толоковки. Используя реактивную систему ГРАД-П, артиллерию 122 мм, минометы различных калибров, гранатометы и стрелковое оружие. Огонь велся по водяному. За воскресенье ОБСЕ зафиксировали более 2000 нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщил заместитель руководителя специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хук. Наши наблюдатели и оборудование указывают на резкую активизацию боевых действий. Они продолжаются даже в настоящий момент. Наши сотрудники работают на местах, есть информация о потерях среди мирного населения. На данный момент мы пытаемся подтвердить эту информацию и готовим об этом специальный отчет. Понедельник бои в районе Авдеевки продолжаются.